Воспитанники школы «Интернат номер 3» для слабовидящих детей поддержали «Экофест», проходивший недавно в городе Нур-Султан с целью пропаганды раздельного сбора мусора. Семейские ребята организовали собственную выставку, на которой представили работы, выполненные собственными руками из сбросовых материалов. Ребят в их экологических инициативах активно поддержали представители общественности. Тема охраны окружающей среды является одной из самых актуальных для современного общества. Именно поэтому в Нур-Султане прошел один из самых масштабных экофестивалей, собравший более трех тысяч детей. Его цель – пропаганда и разъяснение необходимости раздельного сбора мусора. В день экофестиваля был дан старт эко-челленджу «Бросай в желтое» не только в Нур-Султане, но и в городах Тимиртау, Шымкент и Семей. Местом проведения экофестиваля в нашем городе стала школа-интернат номер 3. Здесь организовали выставку с поделками ребят, сделанных из твердобудовых отходов. Все ребята готовились с энтузиазмом. Вместе с педагогами они смастерили много различных поделок, которые, безусловно, привлекают внимание. Ребята и сами удивляются. Говорят, это, допустим, из старых обоев сделано. А как здорово получилось. Сами очень радуются результату своего труда. Эта поделка сделана из сбросовых материалов. Нижнее гнездо сделано из сухой травы, а верхнее гнездо из толстых ниток, а птички из пакетов для мусора. А потом мы все украсили цветами. Помимо выставки поделок, ученики старших классов организовали показ мод, также из сбросовых материалов. Задача, которую ставили перед собой участники фестиваля – дать новую жизнь старым вещам. Ученики продемонстрировали свои поделки из твердобудовых отходов и рассказали о важности вторичного использования мусора. Родители и педагоги объединились, чтобы помочь в этом деле своим детям. Огромную поддержку оказывают и представители общественности. Из школы некоторые, в том числе первыми начал этот этап, присоединяются к отдельному сбору мусора. То есть это и пластик, отдельно пластик. Не использовать, допустим, пластиковые пакеты. То, что сейчас уже, как говорится, об этом говорят уже все. И это здорово, что сегодня этим детям прививают экологическую культуру. Это самое главное. Через детей, я думаю, будут влиять, дети будут влиять на родителей. Понимаете? Я думаю, этот проект будет иметь свое продолжение. Я думаю, остальные школы, коллективы, бизнес, в том числе супермаркеты наши, сегодня будут избавляться постепенно от пластиковых пакетов, а перейдут уже на определенные косумки, на бумажные какие-то пакеты, экологически чистые. По данным специалистов, мусор в городах на 40-50% состоит из ценнейшего сырья. Пластика, стекла, бумаги, металла. Поэтому важная экологическая задача современного общества меньше потреблять первичное сырье и больше потреблять вторичное. Это и попытались выразить в игровой форме участники экофестиваля. Стоит отметить, что в этом году раздельный спор твердопытовых отходов планируется внедрить еще в четырех городах Казахстана – Актубе, Туркестане, Семее и Усть-Каменогорске. Сауле Байгалиева, Хуаныш Смагулы, Хелжал Макзумов, Телеканал Семей.